Сегодня это мой первый урок про бисероплетение. Вообще, в этих видео мы будем не только что-то плести, я буду рассказывать о бисероплетении, еще и я буду, ну, как бы, просто вам показывать и что-то, может быть, мы в другой сфере будем делать. Ну, как бы рукодельничать своими руками, вот, это очень приветствуется, и вот, например, для такой стильной девочки, там, какой-то, вот, например, сделать сумочку своими руками, мне кажется, это очень интересно. Но сегодня, тем не менее, мы займемся не сумочкой. Сегодня мы с вами поговорим и научимся плести самый легкий элемент бисероплетения. Вот такую вот полосочку. Это георгиевская лента. Вот такая вот. Она длинная. Я думаю, мы с вами не успеем за урок сделать такую ленту. Я вам покажу просто, как она начинается, и мы сплетем с вами там 4-5 рядов. А здесь, как бы, рядов намного больше, вот, и поэтому, я думаю, нам будет сплести ее тяжело. Здесь около, наверное, 20-25 рядов. Вот, представляете, такая вот, казалось бы, короткая. Давайте узнаем, сколько она сантиметров. Вот у меня есть линейка. Я прикладываю ее. Длиной вот этой георгиевской ленты 8 сантиметров. А если подумать, как бы, на следующей георгиевской ленте, чтобы ее можно было, ну, как бы, привязать, то она, наверное, должна быть длиной вот такой. Вот эта линейка 30 сантиметров. Ну, все же, что нам понадобится, чтобы сплести такую простую деталь? Сейчас я вам покажу. Вот. Вообще, чтобы плести, как бы, так хорошо, я вот использую вот такие контейнеры. Они очень помогают хранить в них бисер, чтобы он не просыпался. Но это мелкий бисер. Вот, смотрите, у меня тут много мелкого бисера. Но нам вот для георгиевской ленты, она из крупного бисера сделана. То есть я хочу из крупного, чтобы, когда я вам показывала, где жрителя. Вот он, крупный бисер. Вот, смотрите, еще крупный. В принципе, если смотреть, как бы, вот смотрите, оранжевый крупный и оранжевый мелкий. Вот. В принципе, сильно непонятно. Не только понятно, что этого больше. Ну, вернее, это меньше, поэтому больше. Вот. Потом проволока. 0,3. Можно леску, но леска в основном для украшения. Украшения мы будем плести позже. Вот, посмотрите. Вот еще раз смотрим на георгиевскую ленту. Что вам надо сделать? Плетем мы как бы просто. Главное, это вообще техника плетения. Я вам буду показывать, что мы плетем друг за другом, как. Я думаю, что скоро вы поймете. Это самый, наверное, простой способ плетения. Он не объемный. Вот такой вот, просто как полосочка. Плетение навстречу называется. Вот. Смотрите. Нам нужна проволока. Я даже не знаю, как бы, какой лучше сделать длины, но поскольку мы будем с вами делать маленький ряд, я вот отмеряю на проволочке 20 см. Вообще, если вы будете плести по кришке, там написано, сколько надо проволоки, плюс там пишут для работы рук. Как бы сантиметров 5. Но я подумала, что поскольку у нас крупный бисер, прибавим еще один вот круг проволоки, потому что тут вот есть как бы место, куда она это должна защелкиваться, проволока. Вот еще один круг я вам добавлю. И отрезаю, собственно. Вот. Я надеюсь, вы увидите. Вот у нас есть вот такая вот проволочка. Гербисклюлент, видите, надо плести через один. Это достаточно тяжело. Так что давайте плести как бы пока что одного цвета. Я все отобью. Но вот смотрите, что. Чтобы бисер не катался, если вытащите его, если он у вас не в коробочке, то тяжелее как бы просто в пакетике вытаскивать по одной бисерам, это неудобно. А на стороне, когда кладешь, они катятся. Так что мы берем и высыпаем сразу вот сюда. Вот так вот. Вот, смотрите. Бисер. Что теперь мы делаем? Итак, сначала вы берете, вернее набираете одну бисеринку на рабочую нить. Ну, вернее, вот проволочку. Я беру. Ой, сцепилась. И набираю. Вон она у меня висит. Это проволочка. На середине рабочей нити. То есть как бы складываем ее пополам вот так вот, чтобы кончики были ровные. Вот тут вот, в конце. Внизу у нас остается одна бисеринка. Вот такая. Держите двумя руками. Желательно, чтобы дырочка у бисеринки была побольше. Затем нанизывайте одну бисеринку на любую нитку. Еще одну бисеринку. То есть как бы вторую. Вот. Так вот. Ну, и еще дверь. То есть чтобы было у нас с вами 4 бисеринки. На одну из проволочек. Допустим, вы нанизываете на правую. На правую нанизали. В принципе, проволока одна, но плетется она как бы из двух. Вот на одну нанизали. Левую же нитку вы продеваете в ту же бисеринку навстречу правой. Вы продеваете через две бисеринки. Через половину как бы. Навстречу правой. И затягиваю. То есть как бы одну вы продеваете. Вот на одном кончике висит, а вы второй берете и так. И туда же в ту бисеринку. И затягиваете. Вот что у нас с вами получилось. У нас получилось не 4 бисеринки, как тут, а только по 2 бисеринки. Но ничего, пока что давайте по 2 попробуем. И вот так вот нанизываем. Друг за другом. Вот. Что у нас с вами получается. В принципе, плетение это долгий процесс. Вот так вот. И теперь я вам еще раз покажу. Вы, поскольку у нас как бы по 2, на каждом этом раз-два, раз-два. Что вы делаете? Вот, по 2. Вы берете 1 нитки, 1 конец нитки. Вот, правую берете. Или это у вас не право, я уж не знаю, какой это у вас там. Наверное, в зеркальном там. Нанизываем 2 бисеринки. Берем второй конец. И навстречу, не с той стороны, не снизу, а сверху, как бы навстречу вот этой проволочке, просовываем туда внутрь бисеринки. Вот, получается, что как бы она висит, и тут у нас 2 хвостика в нее просунулись. Поправляем, как бы, чтобы посерединке было. И затягиваем. Вот. И продолжаем так же плести. Можно там фенечку плести. Например, если вы хотите фенечку сплести, вы берете и нанизываете 3, 4, 5 и больше бисеринок, как бы. Так, дальше и дальше. Вот. С вами была Юля. Спасибо. Увидимся в следующем выпуске. Вот, бисером. Мы научимся с вами делать фенечку более уже красивую, разноцветную. Похожую на эту. Вот. Удачного дня вам. Спасибо. С вами была Юля.